Всем привет! Мы продолжаем проходить Dragon Age Origins, ну и у нас повышение уровня Лилианы. Вот единственное, где я смотрю какие-то гайды, это тут, чтобы у нас, ну, билды были всё-таки довольно-таки оптимальные. И поэтому ей вложим двоечку в силу, это позволит ей носить лучшую кожанку. Ну, то есть, с бронёй проблем дальше не будет. И единичку в хитрость, потому что... Здесь мы возьмём специальную боевую подготовку, но и вкачаем ей искусного механика, чтобы она могла замки лучше открывать, потому что мы уже столкнулись с моментом, когда она не смогла вскрыть замочек. Помните, у нас в прошлый раз была надпись о том, что там что-то открылось позади? И я вот думаю, давайте, наверное, сейчас вернёмся, чтобы не забыть. Во-первых, мы на обратном пути с вами... Сейчас я карту посмотрю. Ой, один момент. Итак, мысль была потеряна в связи с внезапным телефонным звонком. Но если она прям потеряна, то, наверное, ничего там важного не было. Вот. А в сундук, возможно, что-то важное и было, поэтому давайте лучше вскроем. Кожаные перчатки. Ммм, кожаные перчатки. Давайте посмотрим. Лилиана, а у тебя какие? Жёсткая кожа. О, вот, кстати, сразу она получает как бы и награду за то, что немножко прокачали мы ей навык взлома. Ну и плюс за это дают опыт. То есть, получается, мы как бы с вами, конечно, потратили вроде как наш левелуп. Но зато будем получать ещё опыт за дополнительные всякие вскрытые сундуки. Ну и сразу просто, чтобы не забыть, мы с вами зайдём вот в тот подвал, где у нас что-то отпёрлось. Когда мы... Оп, здесь? Нет, не здесь. Когда мы активировали все статуи, хотя я чувствую, что там будет очередной жопоразрыватель, и придётся немножко попотеть, чтобы его одолеть. Но, опять же, опыт. Опыт он лишним не будет. Так. Чёрт. А где этот сундук, треклятый, а? Чё-то не везёт нам с ним. Хм. Хм. Ну, на этом этаже мы, кажется, всё осмотрели. Правда же? Ну, это тогда обратно чуть-чуть вернёмся. Хорошо. А звуки при этом всё равно... Во! Вот он, тот самый сундук, который мне, можно сказать, не давал покоя по ночам, из-за которого я просыпался в холодном поту. 4,63. Уф! Да, ну хоть не буханка хлеба, так и быть. А могло быть и хуже. Награда могла совсем того не стоить. А здесь мы сделали с вами ещё один маленький шажок в сторону того, чтобы найти нам... Точнее, не найти, а купить рюкзак. И я тут подумал, что что-то я увлёкся с перспективой сверху. Так гораздо удобнее, конечно, осматриваться, но поскольку биовары старались... Это же вот это? Это же она? Нельзя взять. Нельзя взять. Нет, не она. Там был подвал, по-моему. То есть нам, типа, надо самое-самое начало вернуться. Мак-крови. И необлутанный мак-крови. Вот так вот. Всё это мы могли пропустить. Да, на чё-то шкатулка, конечно, манила-манила и в итоге разочаровала. Так. Вот товарищ Овейн. Получается вот этот спуск. Не, это мы... Блин, я уже начинаю потихоньку путаться, но где-то здесь. Мы уже рядом. Я верю в это. Да, вот тут мы с вами бродили в поисках нужных книг и тыканью по ритуалу призыва. А, по-моему, спуск вниз был там, где был барьер. Потому что я ещё такой... Не-не-не, не пойдём за барьер. Сначала... А, слушайте, а здесь с кем-нибудь поторговать можно? Тебе надо идти. Чем скорее всё это закончится, тем лучше. Я так полагаю, обратно-то нас не выпустят, да? О, или я выйду обратно, и ты такие... Ну всё, перебить их всех. Должно быть, тебе и твоей матери было очень трудно жить, постоянно скрываясь от церкви и её охотников. Старуха, я не нуждаюсь в твоём сострадании. В нашей жизни не было никаких трудностей. Но наверняка же время от времени вас кто-нибудь обнаруживал. Какими бы сильными вы себя не считали, вряд ли вам хотелось привлекать к себе пристальное внимание церкви. Да. Охотники время от времени приходили в Дикие Земли. Там они и остались. И это никогда не вызывало интереса у церкви? Трудно поверить. В мире есть немало такого, во что трудно поверить. Например, в то, что тебе нравится носить ошейник и цепь. У мира есть веские причины страшиться магов. Даже если мы действуем из лучших побуждений. Ваших лучших побуждений. Возможно. Меня эти страхи вовсе не заботят. Да, но мы хотя бы вернулись туда, где у нас был этот подземный проход. Только теперь я снова запутался. Не, вот он. Всё. Ну, давайте будем посмотреть, как говорится, что же там такое происходит. Ой. Серьёзно? А что? Что происходит-то? Скажем, к этому я не был готов. Давайте все встанут. Вот, точнее, нет. Мы встанем вот здесь. Лилиана, сюда. Тётя Вин, сюда. Вот куда-нибудь, сюда. И Морриган. Морриган. А у нас есть что-нибудь интересное с сопротивляемостью к огню? У нас же всякая шляпа есть. Устойчивость к малой духа. О, на короткое время повышает устойчивость к огню. Вот это, наверное, нам и изгодится. Так. И Морриган берёт и открывает дверку. А теперь начинается самое веселое. А, чёрт, всё равно близко я встал очень. Но в целом, сопротивление к огню вот уже нас и спасло, можно сказать. Ну да. В общем-то, кто предупреждён, тот вооружен. И несмотря на то, что нас кидают, и несмотря на то, что за этими фаерболами я нифига не слышу, кодекс обновлён. А, ну правильно, это типа куча тряпья. А что у нас здесь? У-у-у. Ух ты. Большой двуручный меч. Только нам придётся что-то с вами выкинуть. Как всегда. Ну, видимо, вот это. Мы смогли всё взять. Мы смогли всё взять. Отлично. Девчата, за мной. Давайте снова встретимся уже сразу наверху. Ну вот, так-то гораздо лучше, и мы можем с вами отправляться дальше в путь. Я думал, что на четвёртом этаже вот уже будет сейчас, ну, некий, возможно, финал, не финал. А груды камней, возможно, это вот... А, нет. Опа. В камнях вы нашли записку. Тима объявляет, что тренировочный зал на четвёртом этаже отныне переходит в распоряжение гарнизона храмовников, размещенного в башне. Поскольку там уже созданы особые условия для их тренировок, храмовники станут ещё пристальнее следить за делами круга. Дополнительный курс чародея Бергена по обращению с оружием отменяется до дальнейших распоряжений. Сверхтого, чародей Берген временно отстраняется от преподавательской деятельности. Первый чародей Синклер. О, Синклер. Сразу вспомнился Вавилон 5. Там был командор Синклер, если кто-то не смотрел, а если кто-то смотрел, то, ну, тоже, возможно, у вас такая ассоциация может проскочить. Ай. Ай-яй-яй. Меня просто угнетает, когда приходится что-то выбрасывать из рюкзака, я тут вижу... А, стоп. Вроде в порядке, народ, но я, наверное, всё-таки отдал. Девчатам команду стоять? Всё именно так, как ты и хотел, мой рыцарь. Наша любовь, наша семья прекрасней, чем в самых смелых твоих мальчатах. Что во имя Андраста здесь происходит? Милая, ты что-нибудь слышала? Ничего, дорогой. Просто дверь скрипнула. Пойду гляну, кто там пришёл. Дети уже поужинали. Уложи их в постель, а я погляжу, кто там. Только недолго. Дети захотят поцеловать тебя перед сном. Сию минуту вернусь, мой милый. Ты прервал нас в самый неподходящий момент, а я терпеть не могу, когда меня прерывают. Хе. Ты заворажил этого храмовника, верно? Счастье всегда завораживает. Во всех смертных радостях таится некая сила. Я дала ему то, чего он всегда хотел. В этом нет вреда. Вообще, занятно смотреть на то, что храмовник просто мечтает о простой счастливой мирской жизни. Его счастье всего лишь иллюзия, жестокая ложь. Всякое чувство иллюзорно. Его нельзя увидеть, нельзя потрогать. Но всякое чувство порождено реальным миром, реальными людьми и событиями. То, что ты сотворила с ним, отвратительно. Я видела его одиночество и тоску по нежно любящей семье. Она утоляет голод его самыми сокровенными желаниями и отнимает у него волю. Это... это нечестиво. Никто иной не познал бы его душу. Он и сам не знал ее. Значит, ты считаешь, что делаешь доброе дело? Мы равны. Я даю ему то, чего больше никто не смог бы дать. И через него узнаю, что такое быть смертным. Он достоин того, чтобы избавиться от твоих сетей и самому найти счастье. Какое счастье! Он жил одиноко и бессмысленно, ненавидя свои церковные обеты. Хочешь вернуть его к этой жизни? Мне ничего не нужно от вас. У меня есть все, чего я хочу. Я прошу только об одном. Оставьте нас в покое. Что будет с вами, если я оставлю вас в покое? Может быть, мы сумеем бежать. А может быть и нет. Блин. Вот, с одной стороны, она на нас, конечно, не нападает. И там были фразы типа «Я освобожу его даже ценой его жизни». Ну... Это слишком опасно, чтобы оставлять тебя в живых. «Значит, ты не оставляешь нам выбора! На помощь! За дверью бандиты! Они хотят убить детей! На помощь!» «Я их задержу!» «Что еще?» Так, и все зашли внутрь. Давайте-ка быстро... Наш персонаж вот сюда. Лилиана сюда. Морриган сюда. Бабуля Винн вот сюда. И попробуем посмотреть, как мы продержимся при таких раскладах. Вот. Мы, кстати, нормально так дверь можем заблокировать. Я так смотрю. Так, и... Что у нас? Провокация. Пусть атакует чисто нас. А, кстати, Морриган у нас юзает. Это холодное оружие. Такое ощущение, что она его выключила. Нет? Я... Да, она выключила. Вот. Так, но мы стоим. В принципе, бабуля должна нас уберечь от всех бед. Но нет. Блин, а провокация закончилась, да? Лилиана, любишь ты получать урон, когда не надо? Так, Лилиану удержали. Теперь нам бы вот эту обилку заюзали. В принципе, провокация прошла. Ой. Теперь нам бы себя не потерять во всем этом. Фух. Но бабуль там уже лечение кастует. А демон желания продолжает тут рубать наших. Бабуля вин тоже. Припарочку выпей. Так. Бабуля держится, мы не очень. А давайте-ка демона щитом пнем. Я думаю, если мы хотим привлечь ее внимание, то это нам лучший способ. О! Вот от мертвец почти готов. Так. Обидно, что демон на нас внимание не обращает, но может быть тройное комбо. Как одеколон объяснит, что не надо так. Фух. Ладно, самых опасных мы прибили. Одно удовольствие. Девчонки, ну что халтурим? Я буду драться, сын, сынок. Вот, другое дело. Ага. О, 16 монет. Бедный околдованный храмовник. Обменить на уведомление. Ага. Мы все это смогли как-то взять? Ну, допустим. А что за доспех храмовника? Требуется храмовник. Ммм. А я знаю, кто у нас храмовник. Я одного там видел. Он, наверное, сможет носить это. Фух. Даже целебная припарочка есть. Да, ребят, все, можете следовать за мной. Так вот, что за обвинительное... Оно куда-то просто пропало. Ну, ну, ничего. У нас с вами уже... О, малый круглый металлический щит. Да что, что будешь делать? Да что, что будешь делать? Посох порождения тьмы нет. Посох послужника. Ммм. Писались бы тут цены, было бы гораздо проще. Но, допустим... Допустим, мы, во-первых, можем Лилиане огненной стрелы экипировать. Да, а, это болты. Я забыл, да. Это болты. Не очень удачно это все описано. Это мы уничтожим. Я так понимаю, что вот это мы тоже уничтожим. Так, кольчужные перчатки из серого чугуна. Ну, тоже. Щит, скорее всего, стоит побольше. И здесь железное кольцо тоже, наверное, такое. О, ледовое кольцо. И двоих. Ну, потому что, как бы, у нас вариант либо уничтожить, либо надеть на девчулю. Тут выбор очевиден. Ух ты! Блондинка на солнце винтажная. Это винчик, что ли, такой? Ну, то есть, это, скорее всего, подарок, правда? Вот, тут, в принципе, есть какое-то количество подарков. Так, а что я хотел? Кольчужные ботинки посмотреть нет, наши все еще круче. А, ну вот, этот чугуневый щит. Но книга некая. Скорее всего, из нее мы что-то узнаем. Империя Тивинтер. Ныне империя, подобно постаревшей опустившейся даме, что присела на севере Тедаса и, подвыпив, проклинает всех и вся за свою утраченную красоту. Оказавшись в Минратоусе, внимательный наблюдатель заметит, что некогда это был центр всего цивилизованного мира. Следы его былого расцвета еще не канули в прошлое. Но все глубже и глубже они утопают в грязи и мусоре, который в эпоху упадка империи с годами только накапливается. Правящий класс, состоящий из магов, живет в красивых каменных башнях, буквальном смысле слова, возвышающихся над грязью, в которой живут рабы и крестьяне. Окраины Минратоуса захлестнула волна беженцев, изможденных бесконечной войной между Империей и Кунари. И все же Империя держится. Благодаря мечуле, магии ли, на Тивинтер остается силой, с которой приходится считаться. Минратоус осаждали люди, Кунари, даже сама Андраста, но взять его не удалось никому. Брат Дженитиви в погоне за знанием путешествия ученого церкви. А у нас уровень не за горами. Вот это приятное наблюдение. Которые я сейчас сделал. Так, знаете что? Конечно, все молодцы, но встаньте как-нибудь так, чтобы по вам не били вплотную. Ну, правда. Вот, типа того. Ну-ка, ну-ка. Кого валим в первую очередь? Ну что? Я для этого слишком маловато был. Я так думаю, что стою вот так, мы вполне все продержимся. Ой. Вот это был фаерболк. Ай-яй-яй. И у нас все потихоньку горят. Давайте-ка. Бабуля. Бабуля кастует лечение. Не, бабуль. Тоже припарку выпей. Во. Так. Удар щитом. На. Если мы можем с тебя немного снять урон. Бабуля. Бабуля, держи танка. Мать свою. Бабуль, танка надо держать. А вот теперь можете следовать, кстати. Да. Да, маги крови не всегда такие простые, как кажется. Фух. А, вот он наш заветный левелюб. Ну что, маг к крови? Одеяние Архонта. Ммм. А вот это уже кому-нибудь да пригодится, я так полагаю. Но сначала разберемся с нашим левелупом. Нам с вами надо 42 силы, но попутно нам бы еще и ловкость подкачать до 20. Потому как у нас вот здесь счетовая подготовка требует 20 с ловкостью. И атакующие нас враги не будут получать бонусы от атак со спины. Это поддержано. Личное действие. Поддержание 20. Когда активная способность, щит войн увеличивает шанс отразить летящие снаряды. Ну вот. В общем-то, полезная штука. Девчуль. Серьезно? Обалдеть. Что ж вы хотите, чтобы у меня уже максимальный навык был? Здесь. Но если еще один уровень у Лилианы будет, у нас такая опция, конечно, будет. Типа книг. Мы нашли записку. Я в высшей степени тронул тем, что случилось с твоим подопечным. Но круг не может предвидеть все опасности, грозящие ученику, особенно при использовании методов, выходящих за пределы и без того обширной учебной программы. У нас просто нет места для проведения дополнительных занятий, и я не хотел бы углублять уже возникшее беспокойство по поводу нашей сиядности. Твоя просьба отклонена. Как-то странно. Записки немножко в обратном порядке были. Опс, нет. Вот. Изделие Лириума и обезвредить не удалось. Понятно, кто-нибудь в нее наступит сейчас, да? Не, не наступили. Хоть это радует. Так вот, насчет одеяний. Авин Моргана. Одеяние Морриган, точнее. Фу, почему-то я ее Морган и все хочу назвать. Угу. Плюс 2, магическая сила. А мне кажется, вот тут поинтереснее будет. А будет ли бабуля носить одеяние Морриган? Да вряд ли и у нее свое получше. Ну, хорошо, все равно апгрейдик. Я думаю, одеяние Морриган мы потом сможем продать. Вот интересно, ты вступаешь в какой-нибудь Орден. Они такие, все. Ну, типа, ладно, Орден. Устраиваешься на работу в Ашан. И тебе говорят, ты знаешь, чувак, все, твоя одежда больше не нужна. Ты берешь всю свою одежду, продаешь просто. Такой, да, действительно, нафиг мне одежда. Глядите-ка, гости. Я бы вас развлек, но... Это требует столько усилий. Ну и морда у тебя. Ты этот человек, и что ты с ним сделал? Он просто отдыхает. Бедняжка так устал, так устал. Ты ведь тоже хочешь присоединиться к нам? Неужели вам не хочется просто речь и забыть обо всем? Орден, оставить все позади? Какая нелепость. Не стану же я спать на полу, залитым кровью. Я не стану слушать тебя, демон. У тебя нет власти надо мной. Сопротивляйся. Держись, иначе мы все погибнем. Зачем тебе сражаться? Ты достоин большего. Ты заслужил отдых. Мир, и без тебя не пропадешь. Держись. А? Нормас. То есть, я подумал, знаете, было бы прикольно, если в этот момент мы могли его убедить в чем-нибудь. Но вот это прям тот момент, когда игра из офигенной превращается в супер офигенную. Когда у тебя есть вот такие совершенно, казалось бы, дурацкие варианты решений вопросов. Джилла Лириума, а я ее соберу. Вот ты как бы смотришь на меня, осуждающий, а я собрал. Ну, Дункан. А, вот и ты. Надеюсь, я тебе не помешал. Погоди, ну ты же мертв. Мертв? Я? Я много раз был на волосок от смерти, но мне всегда удавалось уцелеть. Я просто хотел убедиться, что тебе хорошо здесь, в Вейсхаупте. Эти величественные чертоги построены первыми серыми стражами. Потрясающе, а? Нет, скучно. Ты не привык к миру, но со временем ты его полюбишь. Нам больше не нужно бояться порождения тьмы. Ты говоришь так, словно порождение тьмы больше нет? Порождение тьмы больше нет. Забыл? Ты ведь тоже участвовал в последней битве? Это был великий триумф. Мы низвергли архидемона и сожгли все подземные логово. А, хух. Это невозможно, ты что-то от меня скрываешь. Глупое дитя. Я столько дал тебе, а ты отвергаешь мой дар. Неужели тебя не устраивает мир, который я предлагаю? Ты предлагаешь не мир, а сытое самодовольство. А тебе, похоже, нужны только война и смерть? Да будет так. Вот тебе война и порождение тьмы. И пусть они принесут тебе гибель. Ой. Просто спиной как-то к врагу сражаться не очень. А, у нас либо та щитовая оборона, либо это. Кто? Там чувак Дунхана лечит. Это не очень кошерно с его стороны. Да? Страшно. Так, ну надо все равно на свое здоровье-то посматривать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, нам хватит. Да, это действительно одна из щитовых типа стоек. Ой, мы щитом промазали. Так, а дадите мне в снах облутать Дункана, чтобы с собой что-нибудь взять? Видимо, нет. А? Первозданная тень? Кто ты? Откуда ты взялся? Ты демон? Нет. Ты не демон, я вижу. Ты такой же, как я. Поздравляю с освобождением из ловушки. А что с моими спутниками? Они тоже в плену? Ты был не один? Да. Твои спутники, наверное, бродят где-то здесь. Демон всех, кто сюда входит, ловит в западню фантазий. Думает, они не смогут или не захотят выбраться. Я тоже полагал, что смог освободиться. Но уже целую вечность брожу в этой серой пустоте. Кто ты такой? Меня зовут Ниал. Я хотел спасти Круг, а наткнулся на демона праздности. Полагаю, с тобой случилось то же самое. Ниал? Овейн упоминал твое имя. Овейн меня здорово выручил. Я у него в вечном долгу. Летание Адраллы защищало нас от власти мага в крови. Но теперь уже слишком поздно. Все мертвы. Всегда остается надежда. Это место отнимает все. Надежды, чувства, жизнь. Мы найдем выход. Нет, отсюда нет выхода. Кажется, что есть, но это заблуждение. Видишь, вон тот пьедестал. Я изучил руны на нем. Они обозначают разные острова в царстве демона праздности. Сам демон находится на среднем острове, но туда не попасть. Пять островов вокруг образуют защитное ограждение. Когда я это понял, решил, что смогу выбраться. Зашел на каждый остров по очереди. Но надежды пошли прахом. Все время что-то мешает. Видишь тропу, но не можешь до нее добраться. И она дразнит тебя, манит и сводит с ума. Кстати, вообще, про вот этот данж это было неожиданно. И прикольно, как бы, ход такой. Я не припомню, прям вот чтобы так это было. А, фу. Расскажи мне о защитном ограждении. Я немного знаю. По-моему, по-моему, демон праздности поместил на каждом из островов демона поменьше. Я их видел. Они принимают самые разные обличия. Но это все демоны. Их надо победить. Иначе до демона праздности не добраться. Но сначала надо подойти к этим мелким демонам. А я... Я не смог. Мне было слишком страшно. Хм. Может быть, мои спутники сейчас на одном из островов? Не знаю. Здесь много кто потерялся. Ты вполне можешь отыскать их на островах. Если тебе повезет. А в этот момент этот демон праздности не может уже наше тело есть. Ты говорил о том, что что-то мешает добраться до тропы? Да. Препятствия и кошмары. Огненная река перед самым выходом. Или дверь. В замочное скважино видно, что за ней свобода. А ключа нет. Я как-то обнаружил ход шириной меньше ладони. И по нему туда-сюда бегала мышь. Безмозглая тварь удрала, прежде чем я успел ее расспросить. Хм. Зачем тебе нужно было говорить с мышью? Потому что здесь почти все спящие. Ну, наверное, кроме духов и демонов. И всякому спящему может быть ведомо то, чего не знают другие. Эта мышь могла рассказать мне, куда ведет тот узкий коридор, или как туда попасть. И даже, как мне стать таким же крохотным и пробежать по этому коридору. А если можно уменьшиться и пройти по одной тропе, наверняка есть способы преодолеть остальные. Угу. Что тебе известно о демонах праздности? Немногое. Мы с ним, знаешь ли, неблизкие друзья. У демонов есть иерархия. Они играют в собственные игры. И смертные в них служат пешками. А иногда и козырными картами. Демон, который держит нас тут, скорее всего правит всем участком тени. Он нас легко не выпустит. Если вообще выпустит. Будем действовать сообща, прорвемся. Твой пыл нельзя охладить, верно? Даже и не знаю, восхищаться или сочувствовать. Я скоро вернусь. Тогда не обращай на меня внимания. У меня было ощущение, что этот чувак хочет нас как-то, ну, заставить приуныть. Не будем сейчас читать это. Хорошо. А жила лириума. И тут есть некий портал. Теневой. То есть, если мы посмотрим на пьедестал, сновидец не дает ему работать. То есть, нас, ну, направляют в портал. Без шансов. Я просто хочу отсюда убежать. О. Здравствуй, демон гнева. Ссади. Мышь нам помогает. Это радует. Мышь. Спасибо, но слишком поздно. Убей Вену, демонессу, что тут заправляет. Она защищает своего господина, демона праздности. Это дверь. Дверь видимая только демонам. А ключ, наверное, в ином мире. Возьмите мою силу. Спасите остальных пленников кошмаров. Убейте демонов, что охраняют демона праздности. Возьмите мою. Опа. Крыса. Вы что, с ума сошли? Да, самая крупная крыса не опасна для всякого размером больше кошки. Даже в архивных записях о моровых крысах говорится лишь об их способности переносить чуму. Животные достигали не более трех футов в длину и были покрыты костяными шипами и нарывами. Да, это внушает тревогу, но так ли опасно? Молодой человек, это же не выдумки безумцев. Вам надо думать о других, более важных живых существах. Запись лекции, прочитанной на Алье старшей чародейкой Хосберга, Благословенного 8.44. Примечание. Алье была съедена моровой крысой Благословенного 8.46. Меню принятия других форм в тени позволяет выбирать другое обличие во время путешествий в тени. Каждый из форм обладает своими преимуществами и недостатками. Ага, да? А где меню принятия форм? Вы уж извините меня. Мышиная нора. Вы слишком велики. Ну отлично, я не прочь принять облик крысы, как только вы меню мне вот это откроете. А мне его как-то не открывают. Меню. Серьезно. Меню принятия форм в тени. Это что-то очень конкретное и что-то очень ускользающее. Это не тактика, это не дневник и не инвентарь. Ни навыки, ни заклинания, ни умения. Какая гадость это ваша заливная рыба. Серьезно. А, да. Окей. Объяснюсь. Вот эта часть экрана скрыта от меня микрофоном. Пришлось хорошенько присмотреться. А ладно. Вот это мы тоже врубим. И давайте... Опа. Облик мыши. Что у нас тут? А. Так. А вот это незаметность. О. Так. Ай-яй-яй. Эй. Нет. Нет, друг. Сражаться в облике мыши я с тобой не буду. А демон сейчас нас просто мог бы и прибить так. Нормально. Вот это путешествие у нас. Мало того, что все вот такое немножко наркоманское. Почему? А, стелы, естественно, у нас выключаются, как только мы переходим. Так. Ну что, теневый портал? Хе-хе. И где это мы? Не знаю, где мы, но нас атакуют. Призрак. то есть после удара сразу есть смысл юзата белку чтобы но полдаун грамотнее использовать это она в данный момент мы уже можем и вот этот расчетливый удар использовать потому что у нас вроде как стамина стала побольше поэтому нет смысла им не пользоваться его отключил его включил вот так ай ладно уже получили урон давайте тогда сражаться на потому что попадать нам надо мы тут одни за нас никто наверное монстров то побеждать не будет но жила лилием у нас наверное подлечит она это и делает еще музыка эпично такая звучит ого они показалось я увидел желтую надпись и подумал что ну все хана мне нет она ему потому что у нас включено точное попадание конечно немножко это наркоманский все это но видимо это не единственный день которую нам надо будет здесь путей форма что-то случилось да ты выглядишь иначе в чем дело я стал мышью правда и это помогло помню я видел маленькие щели тебе удалось через них пробраться я думал ты уже отчаялся а почему теперь ты в таком возбуждении я я не знаю ты гораздо храбрее чем я я был уверен что отсюда невозможно выбраться ты научишься принимать другие формы как думаешь может сумеешь попасть в места которые были недоступны сейчас попробуем но явно нас нас ведут на теневой пьедестал да ведь он так подсвечен типа сюда ага горячая башня разрозненной магии но давайте начнем с кошмарного сна храмовника я так чувствую мы здесь на некоторое время от не тот храмовник которого до этого обуяла в общем-то дам они мы здесь алистера встретим хотя его с нами вроде как и не было но как-то же мы своих должны найти правильно да тут мне не вызывай никаких духов такой глухой удар мне нравится так это все теневые порталы но здесь мы можем с вами статься мышью можем статься мышью я сказал и в норку хоп ай-яй-яй неудачно кажется да но необычный огар путью но или не очень обычный ах ты срань с двумя нам справиться будет не так то просто а у нас есть обычные целебные припарки думаю они нас должны спасать данный момент так и вот это в общем-то агроном на себя неважно тянуть а нам данный момент гораздо важнее с вами наносить урон интересные машины и порталы а мы можем во время боя жилу лири на вот этого лириума использовать или нет но зато нам дают довольно и оперативно опыт наш а куда этот портал ведет поскольку никогда не знаешь что за следующим порталом я буду часто сохраняться поэтому прошли вот сюда допустим а вот здесь еще какой-то чел здесь несколько челов хотя бы обычные челы они атакуют обычными атаками благо в данной ситуации мы с вами очень даже танки да своя ярость знаешь куда себя за 100 да у нас брони хватает так книги и здесь даже не забываем о книгах почему-то они подсвечиваются где-то где-то вот тут а они с стороны нет нифига они просто в очень странном месте подсвечиваются кодекс проповедь о милификарах и так перед нами стоит вопрос что есть малификар как его распознать я точно так же как вы в свое время задавалась этим вопросом вы пришли ко мне за мудростью создателя но никто не видел воочию как сердце создателя спасло его возлюбленной андраста и потому я поступаю так же как должно поступать всем смертным еще ответа в словах его пророчицы и в них нахожу отхождать отдохновение для задачного разума ибо она сказала нам магия должна служить человеку они человек магии таким образом говорю я вам те кто используют магию чтобы подчинять себе умы и сердца других приступают закон создателя еще говорила нам андраста кто беспричинно приносит вред меньшим из его детей проклято ненавидим будет создателем и стало мне ясно как ясно должно быть каждому из вас то магия что питает себя страданием других пролитием крови проклято создателем тех магов что почитают создатели и чтут его заповеди мы принимаем как братьев своих и сестер те же кто отвергают законы создателей слова пророчицы его суть отступники и нет места среди нас из проповеди джасти не 1 машины нора уже все равно мы вряд ли сделаем уже с вами тут застряли кошмаре а собака только не это только не собака это моровой волк даже ухты а как у тебя с этим моровой волк невидимость ставить ловушки но невидимость это не наш стиль эссенция ловкости а по постоянная прибавка к ловкости плюс один да ладно спасибо вот это хорошо быть мышкой иногда однако так а здесь единственно что мышка очень медно бегает дверь но это наша изначальная комната из которой мы стартовали мы из нее обе машинных норы вроде как осмотрели а вот теневой портал не помню заходили ли заходили так то есть мы все осмотрели а выхода не видно но точнее вот он чего у нас здесь только цель была найти эссенцию ловкости что не похоже на правду вот здесь смотрите-ка мышиная нора машина норма где-то мышиные норки не залезали кажется а вот во а не вы портал вот а нет кажется здесь мы были хотя нет книга право уничтожения восемьдесят третьем году века слова одного из магов неваранского круга застигли за занятиями запрещенной магией храмовники тотчас казнили его но это вызвало недовольство в неваранском круге маги мстя заказненного собрата устроили несколько магических нападений на храмовников магич но рыцарь командир не сумел выяснить кто из них за это в ответе три месяца спустя маги вызвали демона и выпустили его на своих надзирателей храмовников демонов однако не так-то легко подчинить своей власти перебив первый отряд храмовников которые пытались остановить его демон овладел одним из тех кто его вызвал одержимый прикончил без разбора и храмовников и магов а затем вырвался на волю верховный жрец отправил в погоню за беглецом легион храмовников год спустя они убили одержимого но до того он успел уничтожить 70 человек верховного жрец верховная жрица галатея помня о неварской катастрофе и надеюсь дальнейшем предотвратить подобные случаи даровала всем владыкам церкви власть уничтожать весь круг буди они сочтут его не поддающимся исправлению это право уничтожения за последние 700 лет осуществлялось 17 раз 17 раз весь орден вырезали нормально из труда о кострах кругах и храмовниках история маги в церкви составленного сестрой петриной церковный ученый то есть представляете а вы приходите грубо говоря в школу и тут внезапно кто-то из старших классов пытается что-то сделать после чего приходят чуваки тебя просто убивают а серьезно прямо в ловушку так а здесь есть и нора и не нора может вот в эту нору попробуем такое ощущение что все же вот тут ту нижнюю часть мы должны осмотреть как у нас к ней ничего не приводит мы как-то с вами трем со сверху одержимый голодом да ладно мы мы что-то пропустили серьезно делать а как мы тебя пропу самые нелепые смерть и чего вот тут вот эта дрянь за стену огня иди сюда ему пофиг а ему пофиг вообще ну ладно жизнь просто было бы здорово как-то сквозь этот огонь пройти но столь оптимистичен я уже не буду и не буду предполагать что мы с вами сможем пролезть через него без повреждений чтобы сломать эту дверь над приложить немалую силу но у нас вообще-то немалая сила у нас есть какой-нибудь зелье неуязвимости к огню я одно помню и спил может быть еще какой-нибудь есть еще какого-нибудь нет и что-нибудь что-то как-то не очень стать арунам и на ходу не можем вставлять начало попробуем сохраниться и пробежать в общем-то методом проб и ошибок хотя если дверь закрыть он не погаснет нет жаль может решение типа было проще чем нам кажется так вот методом проб и ошибок я установил что крыс там пробежать тоже не может может быть нам надо еще какой-то облик найти но это тогда очень знаете ли мощное такое такой пазл где надо пройти дофига всего стоп до дверь нас привела вот к этой двери сейчас серьезно я заблудился я заблудился просто напрочь вот машина нара посерединке возможно есть какое-то правило которые я не нахожу это вот вот в эту секретную штуку так хорошо где еще мы можем с вами по мыши нанорить но кажется что на этом пока что здесь все ну да мы ползаем по кругу и нам не хватает явно чего-то ладно знаете что давайте пожалуй на этом распрощаемся в следующий раз уже продолжим ну с другого какого-нибудь конца и края а пока что спасибо миша лебедева андрею фиолетову евгению глебу до хармсу просто еду антона цару глеба сахар вьюджина вольна алексея смирнова сергея кайна брата манзадаре хравчук white rabbit уроки борьба кирилла лёхина и лоне и дениса ярославцев за то что продолжают поддерживать канал всем вам спасибо что вместе со мной проходите игру ссори что туплю но здесь действительно как-то все немножко запутано а на этом у меня все удачи счастливо пока пока увидимся